Хауди хо, друзья! Сегодня в этом ролике я расскажу о том, какими программами я пользуюсь практически ежедневно. То есть да, я программист, я ютубер, но помимо этого всего, я всё такой же пользователь ПК, как и все, а значит я сталкиваюсь с такими же проблемами и повседневными задачами. И чтобы облегчить себе жизнь, а кое-где даже ускорит решение рутинных задач, я применяю проверенный и действительно годный софт. Именно о нём сегодня и пойдёт речь. Я перечислю список из 13 программ, которые являются если не лучшими, то как минимум просто годными для решения поставленных задач. При этом всё, практически все программы являются совершенно бесплатными и за их использование вам не придётся раскошеливаться ни на шекель. А перед тем, как мы начнём, хочется порекомендовать вам кое-что годное. Скоро, уже 26 апреля, пройдёт практическое занятие, на котором вы узнаете, как наконец начать зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц на фрилансе. Самое главное здесь то, что участие в этом занятии совершенно бесплатно и не требует от вас ничего, кроме желания научиться и стать лучше. На занятии вы узнаете, как и где лучше искать заказчиков, как себя позиционировать, как общаться с заказчиками, где можно найти дорогие заказы и вообще где взять первую работу, если вы ещё совсем зелёный. К тому же вы сможете не просто сидеть и слушать, но и принимать непосредственное участие, то есть задавать свои вопросы или даже выполнять задания. В общем, ссылку на регистрацию в мероприятии вы найдёте в описании под роликом. Рекомендую участвовать каждому, у кого есть желание уже начать делать что-то конкретное, а не сидеть на месте. Я и сам зарегистрировался на мероприятии и постараюсь присутствовать с самого начала, так что будет интересно. Окей, поехали. Первая программа, которую я использую, заменяет стандартный просмотрщик изображений на Windows. Особенно это будет полезно пользователям Windows 10, так как встроенный вьювер там довольно ужасный и к тому же тормозной. Я же применяю Google Пикассо 3. Программа совершенно бесплатная, а её официальная разработка прекратилась уже достаточно давно. Тем не менее, вы всё ещё можете её скачать и использовать. Основное преимущество Пикассо, благодаря которому я её использую, заключается в том, что она просто молниеносно открывает изображение. То есть иногда мне кажется, что я даже не успеваю сделать двойной клик мыши, как изображение уже открыто. И это на самом деле приятно. В сравнении со всем другим софтом, который я пробовал, Пикассо в этом плане лидирует с большим отрывом. Ну и это всё, конечно, не говоря об общем приятном оформлении программы. На очереди у нас Pixel Air. Этот софт уже примерно месяца три как перестали выпускать под ПК. Он сейчас доступен только онлайн, но лично для вас я оставлю ссылку в описании, по которой можно скачать последнюю выпущенную версию Pixel Air для ПК. В общем, при помощи этой софтинки вы можете очень быстро и качественно обрабатывать фотографии. А именно накладывать эффекты из Инстаграм, обрезать, размывать разными типами, кидать стикеры, различные рамки типа виньетки, писать тексты и многое-многое другое. Причём всё это интуитивно понятно и не требует от вас никаких дополнительных знаний. То есть программу изучать не придётся. В общем, годнота. Я лично Pixel Air использую практически каждый день, чтобы быстро кинуть годные эффекты на картинку и саму картинку тоже сделать годной. На третьем месте у нас программа, которая предназначена в основном только для Windows. Она позволяет легко вернуть или как-то модифицировать кнопку пуск. Можно даже свои собственные орбы, так называемые, туда вставлять. Речь идёт о программе Start is Back++, хотя она такая не одна. Тем не менее, другие подобные программы я не тестировал, так что не буду о них говорить. Сразу скажу, что Start is Back++ платная, но с другой стороны никто не мешает надеть повязку на глаз и уйти в океан в поисках Кракена. Главное не подцепить там ничего лишнего. В общем, если вам надоел стандартный пуск, тогда есть смысл пользоваться этим софтом. Дальше у нас по списку идёт Кайзиум. Благодаря этой явно недостаточно известной программе вы можете массово и достаточно элегантно сжимать изображение. Например, если у вас есть папка, в которой находятся, скажем, 200, GPG, PNG и GIF изображений, вы можете буквально в пару кликов перекинуть их все в Кайзиум, настроить параметры сжатия и одним кликом мыши запустить процесс. Уже через секунд 20-30 вы получите готовый результат и вот эта папка уже будет весить не 200 мегабайт, а каких-то 20-30. Причём качество от этого не страдает вообще. Ну или как минимум человеческий глаз эту разницу заметить не сможет. Я программу обычно использую в тех случаях, когда требуется быстро сжать всего одну фотографию. Благо с помощью Кайзиум это делается буквально в два клика мыши. Иногда даже бывает такое, что мой странный фотошоп выдает на выхлопе обычную фотку в огромных размерах, там что-то типа 20-30 мегабайт. Причём разрешение у неё совсем далеко не высокое. Но Кайзиум помогает ситуацию исправить. И эта же самая картинка после сжатия Кайзиумом, причём без потерь в качестве, весит уже килобайтов 500. И с таким размером уже можно работать. Так что да, Кайзиум это годнота. КОН ЭМУ. Это замена стандартной командной строки Windows. Точнее не замена, а модификация. Если кто-то заметил, то эта программа идёт в пакете с OpenServer по стандарту, тем не менее её никто не мешает установить и использовать отдельно. Благодаря КОН ЭМУ вы сможете управлять зумом в CMD, адекватно копировать и вставлять текст, а также запускать разом целую пачку командных строк, переключаясь между ними легко при помощи вкладок. И всё это не считая приятного общего дизайна программы и возможности выбрать любую цветовую схему. Что-то мне подсказывает, что вообще у каждого программиста на Windows должна быть установлена эта годная штука. Хэндбрейк. Это набирающая популярность программа для сжатия видеороликов прямиком от наших французских друзей. Её разработчики грамотно эксплуатируют кодек H.264, ставший сегодня уже, пожалуй, стандартом. При грамотном применении, а там в принципе из коробки уже идут грамотные настройки, получится сжать видеоролик из одного гигабайта примерно в 150-300 мегабайт. Причём без каких-либо заметных потерь в качестве. И если у вас не самый быстрый в мире интернет, а скорее всего это так, тогда есть смысл этим пользоваться. Элементарно, чтобы сэкономить себе целую кучу времени при загрузке видеороликов в сеть. Ну или просто пережать свою коллекцию фильмов и сериалов на жёстком диске, чтобы они не занимали слишком много места. Тем более учитывая, что сам процесс пережатия происходит очень даже быстро и вообще без каких-либо неприятных вылетов и проблем. Так что да, пользоваться хэндбрейком это одно удовольствие. Moo System Monitor. Благодаря этой простой с виду программе вы сможете обеспечить своему взору постоянно видимый флоат-бар, на котором будет отображаться нужная вам инфа. В том числе инфа о нагрузке на центральный процессор, о скорости интернета, о нагрузке на GPU, то есть на видеокарту, о температуре железок, любых вообще в вашем кейсе, и о многом-многом другом. Во многих случаях это бывает полезным, особенно это актуально сегодня, когда везде, где только можно, стараются впихнуть скрытый майнер. Благодаря такому флоат-бару можно будет на изи отследить подобную активность и быстро понять, какой процессор пожирает ресурсы. Да и к тому же настраивается Moo System Monitor очень гибко, предоставляя на выбор буквально сотни опций. На очереди у нас очень годная для Windows программа, а именно QT Tab Bar. С ее помощью вас больше не будут мучить 100-500 открытых окон, между которыми можно адекватно переключаться только при помощи панели задач. QT Tab Bar добавит проводник вкладки. Собственно то, что в него должны были добавить разработчики Microsoft Windows еще лет 10 назад. Само собой, помимо вкладок, у QT Tab Bar есть много других найсов. Например, возможность быстрого просмотра картинок, или прослушивания там звука, или просмотра видео при наведении мышкой. Возможность просматривать директории, как в macOS. Ну и в принципе много чего еще. По этой штуке я делал отдельный ролик, где рассказывал, как ее настроить, показывал, какие у нее есть возможности, ну и все такое. Ссылку на этот ролик вы найдете в описании под этим роликом. И да, пожалуй на этом все. Это самый важный и интересный софт из того, что я использую, и о чем хотел, собственно, рассказать. Конечно, это не считая моих браузеров, софта для разработки, редакторов и айдишек, и всех других скучных программ. Плюс-минус чего-то еще. Но это все уже более узкоспецифично. Если вам интересно, я могу оставить более полный список в комментариях. Ну а если вы узнали для себя что-то полезное и новое, то обязательно ставьте лайк. Если же нет, и по каким-то причинам ничего полезного или нового не узнали, то все равно ставьте лайк, не ошибетесь. Конечно же, врубайте колокол вечных уведомлений, он там рядом с кнопкой подписки. А у микрофона был Хауди Хо. Удачи вам и не забывайте, все ссылки на представленный софт будут в описании под роликом.